Экс-аким Кустанай Ахмедбек Ахмеджанов сам напомнил на заседании по рассмотрению его ходатайства, что Кустанайский спецсуд по уголовным делам в апреле 2016 года назначил ему 13 лет лишения свободы. Он был наказан за совершение коррупционных преступлений по так называемому тогда Большому Акиматовскому делу. В июне 2017 года Верховный суд Казахстана пересмотрел приговор. Окончательный строг был назначен 5 лет, 10 месяцев, 14 дней. Отбывал наказание в колониях строгого режима города Караганды, Долинка, и был по переверну общий режим в Восточно-Казахстанскую область, поселок Шуах. Впервые ходатайство о замене наказания Ахмеджанов подал в декабре 2017 года. Ему отказали и в суде, и в апелляционной инстанции. Позже, только после апелляции, удовлетворили прошение о переводе в колонию-поселение. Еще позже осталось неудовлетворенным еще одно ходатайство о замене наказания. Так как срок нахождения в местах заключения свободы является уже более, 1-2 подал на 72-ю статью об усмотрении сурочного освобождения. И на сегодняшний момент у меня пришел срок уже по 73-й статье с заменой малым наказанием. За период отбывания наказания считаю, что оказался сползут по стороне, никаких замечаний со стороны руководства не имеют, характеристика все указана, испогашен в полном объеме. Также Ахмеджанов рассказал, что в заключении активно участвовал в общественной жизни, занимался спортом. У него 4 поощрения, ни одного нарекания со стороны руководства колонии. Это подтвердило представителя исправительного учреждения. Он сообщил, что осужденный сейчас трудоустроен, по месту работы характеризуется с положительной стороны, и его условно-досрочное освобождение в колонию считают целесообразным. Но осужденный заявил, что считает возможным, что суд удовлетворит его прошение о замене заключения на штраф примерно в 700 тысяч тенге. Скажите, пожалуйста, по приговору, получается, у вас конфисковали автомашину, да? Да. Которую в розыске на сегодняшний день находится. Поэтому конфискатуру имущества на сегодняшний день исполнено? Я не знаю по этому вопросу, потому что я же в местах заключения нахожусь. То, что мне предъявляли, согласно финансовой санкции, я все погасил, а там я не могу знать сейчас. Я первый раз слышу это. То, что у меня было, мне все забрали в государство. По мнению Богдата Исимова, ходатайство Ахмеджанова не подлежит удовлетворению. На что осужденный в заключительной речи заметил, что прокуроры так заявляли при каждом рассмотрении его прошений. Решение суд огласил на следующий день после того, как Ахмеджанов озвучил свою просьбу. Удовлетворение ходатайства осужденного Ахмеджанова Ахмедвега Масакбаевича о заменею часть наказания, более мягким видом наказания, отказать. Ходатайство осужденного Ахмеджанова Ахмедвега Масакбаевича обусловлено срочное освобождение, оставить без рассмотрения. Получается, что ходатайство у нас поступило в суд в декабре. При этом, согласно разъяснению, которое осужденный получил от начальника учреждения, срок по замене у него наступил 25 января. То есть, фактически, получается, осужденный обратился с документами ранее установленного срока. Вы поступили очень нехорошо. Я могу спокойно сказать, тогда рассмотрите УДО, условно-досрочное освобождение. Дайте я скажу, раз вы такие высказанные. Да, я все, вы же мне уже все. Зачем я вам нужен здесь? Если надо, посадите еще раз. Сколько можно сидеть? Нет, я могу и в право уйти? Вы имеете право. Да, а зачем я тогда буду вам писать апелляцию, если вы все разъяснили? Ну, апелляция точно так откажет. Нет, это ваше право. Восстановление не вступило в законы силы, оно вступает с момента рассмотрения апелляционной. Алексей Кудряцев, Диара Ахмедчин, Виталий Луговской, РТН. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова